Меня зовут Максим, я нахожусь в Египте и я бегу 100 километров. С момента моего заявления о желании пробежать 100 километров по Синайской пустыне до непосредственно старта прошло 3 месяца. И многие могут сказать, что для новичка по бегу это совершенно несерьезный срок для подготовки, с чем я в принципе и соглашусь. Просто мне кажется, что все продиктовано теми целями и теми задачами, которые ставит перед собой человек. В моем случае мне просто важно было преодолеть эту дистанцию, наблюдать за собой, как я справляюсь с этой сложностью и вообще справляюсь ли. То есть у меня не было какой-то задачи поставить результат по времени, по скорости. Поэтому я вот двигался в том направлении, которое себе задал изначально. Если вернуться к подготовке, то в этом видео я не хочу очень глубоко раскрывать то, как я тренировался, технику моего бега. Потому что на самом деле там было мало профессионализма. Я занимался самостоятельно, через 2 месяца подготовки получил травму колена и не смог бегать 2 недели. В этом видео я, наверное, буду просто рассказывать и описывать само приключение. Вот это Симмайская пустыня, 100 километров и то, как я к этому готовился и как я это преодолевал. Мы сейчас едем из Дахаба в Шерман-Шейк. Для того, чтобы вообще выехать из Дахаба, нам надо заполнить такую формочку, куда мы вписываем все свои данные. Таким образом местные полиции, местные военные понимают поток туристов и они могут знать, кто где находится. Мы только выехали из Дахаба и по вот этой дороге я уже здесь бегал. Потому что я делал такие 2 пробные забега. Первый на 30 километров, чтобы расширить свой диапазон. Второй забег был на 42 километра, 195 метров. Это был марафон. И по этой дороге я уже бегал. То есть это, конечно, облегчает с какой-то точки зрения весь маршрут. Потому что я уже как будто бы вышел из-за колпака на вот эту вот свободу. Обычному туристу выйти из него не так-то и просто, потому что он окружен военными, блокпостами. Вот. У меня это удавалось. Мы останавливаемся делать первую закладку. Первую закладку воды и дым. Сделана первая закладка без сопровождения, потому что это достаточно трудно. Такие правила, что на дороге нельзя задерживаться. Держиваться, идем? Опытным путем. Ну да, я начал просто вначале бегать самостоятельно. Потом начал знакомиться с местными единомышленниками, русскоязычными в основном. И однажды мы решили сделать забег с такого города Нувейба. Он находится 60 километров от Дахаба. И вот как раз мы планировали пробежать 60 километров с Нувейба в Дахаб. Но приехала полиция на 14 километре. Ну и сказала, что мы не можем бежать, потому что у нас нет так называемого permission, типа разрешения. А чтобы его получить, это все не так просто. Сплошная бюрократия. И требуется очень много нервов, сил, для того, чтобы это получить. По крайней мере, в моей истории. Так называемые закладки, которые я оставляю каждый примерно 5-7 километр. Там находится большая бутылка воды. Это полтора литра. Для того, чтобы себя охлаждать, выливать на голову. Потому что, наверное, одно из самых сложных явлений, которое будет по всей дистанции, это жара. И опасность получить как тепловой, так и солнечный удар. Поэтому надо будет регулярно себя охлаждать. Также там будут лежать бутылки с водой. В некоторые я добавляю витамины, разные минералы, либо же соли. Столько бежать ненормально. И организм постоянно будет с потом выводить соль, как минимум. Ее надо будет восполнять. То же самое происходит и с витаминами, насколько я понимаю. И также там будет спортивное питание. Это в основном гели, либо уже батончики. Для того, чтобы они быстро всасывались в организм. И иногда я буду класть, может быть, банан. Может быть, что-то свежее. Может быть, кусок яблока. Ну, это и все. Они очень красивые. Я надеюсь, что, как бы это тупо не звучало, но я смогу на этом забеге превратиться в такого же верблюда, потому что они мега выносливые животные. Ох, это был реально серьезный и, наверное, такой очень тяжелый организационный день. Потому что все кажется, наверное, настолько просто. Вот там есть дистанция, есть пустыня, бери и беги. Но даже если отбросить там три месяца подготовки физической, то есть куча мелких деталей, таких как языковой барьер с таксистом, с которым мы ехали и закладывали каждый пятый километр по всей дистанции продукты питания и воду. То есть, казалось бы, это что-то незначительно, но на это уходит очень много времени, когда хочешь что-то ему объяснить и рассказать. И он, с одной стороны, вроде понимает, но в результате делает что-то по-другому. Когда я закладывал сами продукты, просто ложить их на палящее солнце, ну, наверное, не самый лучший вариант. Поэтому на каждой закладке приходилось искать хоть какую-то минимальную тень, которая, как я понимаю, все равно не спасет. Вот, все равно будет вода горячей, гель также будет горячим. Но мы это преодолели, сейчас вот находимся уже в Шрам-эль-Шейхе, разместились в отеле, и в час ночи будет старт. Папа, я тебя бескучаю. Ты здесь и дома. Я тебя бескучаю. Я люблю. Побежали. Папа, я тебя бескучаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Невероятные просторы, где я только один трассик И из них попадаются мертвые лица Ну что, 20-й километр, я вижу, что образовалась первая мозоль И надо ее срывать и бежать дальше Это звучит гораздо хуже, чем есть на самом деле Я пробежал 25 километров И пришлось садиться в машину к водителю, чтобы проезжать чекпоинт на машине Под видом обычного пассажира Потому что я так и не получил разрешение на забег И большой долей вероятности меня бы попросту не пропустили Через военный чекпоинт выезд из Шерм-Ль-Шейха Успешно проехали на машине этот чекпоинт И водитель меня высадил уже за пределами Шерм-Ль-Шейха Это уже настоящая Синайская пустыня И здесь начинается уже настоящий мой ультрамарафон Уже начинает светать понемножку Солнце будет вставать примерно оттуда Уже совсем скоро температура изменится Это будет, конечно же, влиять и на скорость, и на выносливость Да, вообще на все Впереди, через 5 километров, первый пункт питания Первая закладка Бегу к нему Свет уже близится Вообще, публикуя новость о своем забеге Я, наверное, взял и заграбастал такой огромный аванс Внимание людей Потому что, ну, естественно, я не профессиональный бегун Я не марафонец Я не ультрамарафонец Был опыт спортивного ориентирования Где-то 3-3,5 года Добежал я до КМС Но, опять-таки, в связи с травмой колена Я перестал этим заниматься И когда я заявил о том, что хочу пробежать сотку Я, конечно же, чувствовал вначале такое вдохновение А потом, когда начали появляться первые травмы Я начал чувствовать большие сомнения И уже стал меньше вообще об этом говорить Плюс, мое желание сделать этот забег наиболее оптимальным В виде помощи детям Также влиял на меня На определенный момент мне показалось, что Я как будто бы Эксплуатирую Вот это вот внимание на детях К себе Ну и это я понимаю, что какие-то комплексы Тупые оправдания, наверное Но у меня это были ощущения такие И мне они, конечно, не нравились Поэтому последнее время Последние где-то месяца полтора Может быть даже два Я все меньше и меньше об этом говорил Вот Но продолжал готовиться И моя, конечно же, задача сейчас Сдержать слово Прежде всего для себя Во вторую очередь Для всех людей, кто в меня поверил Для детей Чтобы это действительно стало Примером, наверное Но Не знаю В первую очередь все равно я бегу Это для себя, конечно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что преодолел отметку 42 километра Это радует Время, конечно, смешное Это часов 20 минут Но впереди у меня еще 58 километров Радует, что не 60 В основном я бегу Не быстро бегу И бывает, что Там на 5 километров Может быть, один километр я иду В основном это связано с восстановлением Сердечно-сосудистой, наверное, системы Потому что В какой-то момент Начинаю чувствовать тяжесть в груди Ну и плюс Взбитое дыхание Тогда выбираю просто пройтись К чему безмерно рад Вообще все в кайф происходит О! 50 километров Пол пути В целом В голове силы есть Ноги уже ломят Еще одна была психологическая Такая вещь Испуг Показалось, что я паспорт Потерял тебя На пути Показалось, что я его На машине оставил На водителя Ах Бегу дальше Пересадочка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такий спосіб DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok